При общем росте сбора зерновых, картофеля, овощей, увеличении объема отгрузки промышленных товаров в Канашном районе, как и во многих других, наблюдается тенденция снижения собственных доходов. О причинах отставания и резервах роста говорили на итоговом совещании. Канашский район – один из крупнейших аграрных муниципалитетов Чувашии. Индекс сельхозпроизводства достиг почти 109%. По сравнению с 2014 годом он вырос на 15%. Но при этом идет снижение собственных доходов. Район занимает 16 место среди муниципалитетов по собственным доходам на душу населения. Общие доходы консолидированного бюджета Канашского района составили 621,6 миллионов рублей. По сравнению с 2014 годом консолидированный бюджет района уменьшился на 29 миллионов рублей. Собственные доходы уменьшились на 12,5 миллионов рублей. В том числе уменьшение НДФЛ составило 12,1 миллиона рублей. Нельзя сказать, что исполнение бюджета в муниципалитете не контролировали. В течение года постоянно искали пути экономии и финансировали выполнение только социальных обязательств. Все многодетные семьи получили земли. 2 миллиона ушли на приобретение жилья детям-сиротам. Завершается программа по переселению из аварийного жилого фонда. Все дети старше трех лет посещают дошкольные образователи учреждения. Минэкономразвитие Чувашии считают район вполне перспективным. В районе уже сейчас неплохо развивается малый бизнес. К примеру, в сельском хозяйстве, услугах и розничной продаже. Здесь есть сформированные участки земель для будущих инвесторов. Достаточные трудовые резервы и неплохой потенциал. В 2015 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры Канажского района в рамках РАИВ выделено 95 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Инвестиции направлены на переселение граждан из аварийного жилого фонда, строительство объектов здравоохранения, физической культуры, спорта, автомобильных дорог, общего пользования, местного значения. Заместитель министра финансов Чуваши Светлана Иванова отметила, что в районе нет долгов по газу и электроэнергии, но есть другие. Если говорить о росте задолженности, то за прошлый год у нас также произошло удвоение задолженности и по платежам за пользование муниципальным имуществом. Итог обсуждения подвел премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Мы видим некоторые сектора экономики, которые растут. Здесь было сказано о сельском хозяйстве, 107,9% в прошлый год показал. Развитие малого среднего бизнеса идет тяжело, но тем не менее показывает положительную динамику и по поступлению налогов, и по несокращению занятости. И вы вот как сельский муниципалитет все-таки должны сосредоточить внимание в 2016-2017, в ближайших годах на развитие этих отраслей, которые поняты для сельских районов, да, это сельских хозяйств земли, как здесь было сказано, не обрабатываем достаточно. Есть проекты, которые необходимо запускать. Ставку надо делать на собственные резервы, подчеркнул Иван Моторин. Только сокращая расходы и увеличивая налоговую базу, можно рассчитывать на результаты. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика.